Сейчас, короче, хотим перейти, как бы, видео записать. Вообще мощный связь, разбор такой был. Я очень благодарна. У меня вот сейчас, мне такое чувство идёт, внутри такое чувство идёт, да, счастье, что всё-таки вот ситуация, уже несколько дней, вот когда, сейчас с самого начала начну, когда Казанский-то убил же пацан, убил же этих, как помню, учеников, да, на тот момент у меня тоже боль была такая, не могла вот эта, вот такая боль была. Так, а как же это, как, почему так произошло, почему так произошло, да, и у меня, скорее всего, я в вопросе была, и Сергей Долматов видеоролик снял. Как бы я даже короткий ролик записала, и вот там мне стало легко в этот момент. И появилась в нашей реальности Ирина Карпаева со своим сыном, да, вот мальчишка же умер, короче, новость пришла, и у меня тоже была такая боль страшная, такая боль была у меня такая. Переживания вообще. Переживания сильно были за Иринку, ну, вот, короче, вот так, ну, внутри какой-то был дискомфорт этот внутренний, да, я хотела ответ найти, и, как бы, Иринка у нас появилась, она, да, и я нашей Иринке Самарской. Как, знаете, случайно так получается, что Иринка приходит нам просто подровнять волосы. Ну, мы её звали до этого, да, но я ещё говорю Иринке, Иринке, не Карпаева, а ещё нашей Иринке Самарской, говорю, Иринка, говорю, давай, говорю, разберём, потому что не просто так это всё происходит. Ну, там были какие-то сомнения, да, что, типа, опять у нас Самарской включается, опять мы хотим показать, что мы такие невъебенные, что мы разбор, но я чувствовала, что что-то есть, какой-то вот здесь ответ кроется, не просто так это подсказка кроется. И вот мы в процессе, как бы, я пошла ногти делать, да, и Альфия уже здесь разбор начала, да, и я когда пришла, уже разбор начался, и сегодня такое осознание меня пришло. И перед этим разбором, обязательно, этот, перед этим разбором мы ещё с Иринкой, мы пока с Иринкой начали, Иринка такая говорит, ну, Альфия, говорит, ну, что-то, как-то у меня, не знаю, получится, что-то, как-то, наша Самарская, ну, типа, нет вот этого, типа, что-ли вдохновения, говорю, давай, Иринка, просто, говорю, начнём, говорю, а там, говорю, посмотрим, она сама развернётся самым лучшим образом, представляете, и в итоге Ирина начала разбирать. Короче, у Ирины нашей Карпаевой сын умер, пацан 20-летний, как бы, это Ирина Карпаева с нами всю жизнь, со мной рядом жила, и я жизнь её знаю, как она жила, я видела, что, да, она, как бы, проявляла самость, она везде была такая сильная женщина, она везде за своих детей, за своих детей, как коршун, как бы, как курочка, ряба, как бы, около своих цыплят собирает, она вот такая была, везде показывала, что она сильная женщина, она даже плакать не могла, вот я её видела, вот такой сильный, блин, да, дальше, и в итоге сегодня разбор начался, и благодаря этому разбору до меня дошло, насчёт Данила, кто вообще такой Данил, да, я вот сейчас вот его вижу, вот для меня, да, Данил это был как ангел, он как посланник Божий, да, посланник Божий для того, что он пришёл, для нас он пришёл со своей миссией, для Иринки Карпаевой его миссия была, для всех он пришёл, этот пацан пришёл со своей миссией, да, показать нам, и он своё дело сделал, он ушёл, всё, он ушёл, своё дело сделал, он ушёл, но другие вибрации, он живой, он не умер, эта личность только умирает, он живой остался, вот мне вот так сейчас от этого хорошо стало, мне прям, я даже сегодня и плакать хочется, у меня вот от этого счастья, что благодаря этому разбору я сейчас осознала, что беспомощность, что такое вообще беспомощность, Сергей Далматов про это всё время говорил, и до меня как бы просто слова, это набор слов было, беспомощь, беспомощь, понимаете, беспомощность, я не могла понять, что такое вообще беспомощность, блядь, беспомощность, когда ты беспомощный, значит, в тебе открывается поток, потому что ты ничего не можешь, значит, ты доверяешься Отцу, Богу, да, И Бог через тебя начинает проявляться в потоке. А когда ты говоришь, что я все сама, я все сильная, и ты как бы начинаешь конкурировать с Богом, все, и ты никто. Бог от тебя не отворачивается, он просто не может тебе помочь, потому что ты же сама себе эту миссию взяла Бога на себя. Ты сама сказала, я сама сильная, и Бог не может тебе помочь. Он любит всех нас, он нас любит и дает тебе делать то, что тебе хочется. И он не может тебе помочь, потому что воля у нас, мы же своей волей живем, мы сами хотим, то и делаем, Бог нам отдает ответственность. И до меня сейчас дошло. Только благодаря нашей беспомощности мы становимся сильными. Потому что в этот момент через нас Бог проявляться начинает. А как мы поняли, что беспомощность нам, Миренька, пока, когда сын ей звонил и говорил, рассказывал про себя, что у него панические атаки, что ему плохо, Иринка ее спрашивает. Ирин, а что ты чувствовала в этот момент, когда он тебе звонил? Он ведь не первый раз звонил, он не один раз тебе звонил, он несколько раз. И ты что в этот момент чувствовала-то? И когда Иринка задавала ей вопрос, нашей Карпаевой, и в этот момент пришел ответ, в этот момент Ирина чувствовала себя беспомощной, что она не может своему сыну помочь, она ничего не может сделать. И сын ей пришел... Все время показывал этот... Да, и сын ей пришел показать именно ее беспомощность, потому что она включила себе сильную тетку, да, что она такая сильная. Она такая, в какой-то момент, да, она, может быть, в детстве это включила, да, и она все делала для того, чтобы показать себе свою эту самость сильно. А сын пришел к ней, родился сын, для того, чтобы показать, что мама пошла не тем путем. Сын не родился для того, чтобы жить, семью устроить, нет. Сын уже изначально был, у него была миссия разбудить мать свою. Блин, мне сейчас такие мурашки идут. И даже то, что у него голова была большая при рождении, это говорит о том, что мама думает головой, мама живет головой, мама живет эгом. Не душой. Не душой, а эгом. И этот ребенок пришел ей на помощь, и не только ей, он пришел к нам, он всем нам. Вот в чьей реальности он побывал, Данил, он ко всем пришел с этой миссии, да. Это как помощник Бога, да, понимаете, посыльник Божий, да. И он пришел показать, ребята, ну не тем вы путем уйдете, ну посмотрите, жизнь до такой степени прекрасна. И таким образом мама в этот момент чувствовала беспомощность. И он это делал для того, чтобы она почувствовала эту беспомощность, пронаблюдала этот момент, как может быть, потому что когда ты беспомощна, тебе Бог начинает помогать. А ты, блядь, когда ты беспомощна, у тебя весь мир открывается, весь, все открывается, все блага для тебя открываются, потому что в этот момент Бог к тебе идет. Он начинает через тебя проявляться, вот сейчас, вот до меня это дошло, момент Загира, вот я не могла этого понять. Сейчас до меня это дошло.